Есть мнение, что именно те станции метро, которые были построены при Сталине и создали неповторимую красоту московского метро. А как же современные достижения в области строительных технологий архитектуры? Можем ли мы вообще сравнивать современное метро со сталинским? В течение 1960-70-х годов метрополитен, как и сам город Москва, расширяется. Проектируются новые станции и линии. В эти годы открыты часть станций Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской линий. Особенность станций того периода состоит в том, что многие выглядят весьма утилитарно и просто. Зачастую это станции в новых жилых спальных районах, например, Войковская, Речной вокзал, Текстильщики, Кузьминки, Беговая, Полежаевская, Ботанический сад, Свиблова и другие. Они, как правило, не очень глубокого заложения, отделаны небольшой плиткой или каменными плитами и с простыми колоннами. Они очень похожи друг на друга. В эпоху перестройки, во второй половине 80-х годов дизайн станции московского метро вновь обновляется. Открытые в те годы станции Менделеевская, Цветной бульвар, Боровицкая или Марксистская, оформлены интересными светильниками, витражами или барельефами. В 1990-е годы из-за экономического спада и изменения политического строя активное строительство станции метро замедляется. Открываются переходы между станциями, запускаются новые поезда, однако новых станций открывается совсем немного. Интересный факт. Как повлияла инфляция на стоимость проезда в метро? 1 января 1994 года стоимость проезда составляла 50 рублей, а к декабрю того же года уже 400. В июне 1997 года стоимость уже составила 2000 рублей. 1990-е годы отмечены печальными событиями в истории московского метро. В 1996, 1998 и 2000 годах в метро случилось три взрыва. В конце 1990-х годов в московском метро была прекращена оплата жетонами. Жетоны метро были постепенно заменены электронными проездными билетами с магнитной полосой. Это предкеча современных пластиковых карт тройка, а также бесконтактные оплаты через банковские карты или телефон. В 2000-е годы с постепенным экономическим ростом в стране создаются новые проекты в московском метро. Например, в 2003 году была открыта самая короткая линия легкого метро – Бутовская. А в 2004 году был запущен монорельс между Петровско-Разумовской и ВДНХ. Начинает работать система видеонаблюдения в вагонах. Постепенно ставятся металлоискатели на входе. Открывается электронный сайт в интернете. Со строительством небоскребов вдоль Краснопресненской набережной появляются новые станции – выставочная и международная. Интересно, что в 2010-х годах увеличивается число именных поездов метро. Мы с вами, например, знаем поезд метро «Красная стрела», который был запущен еще в 2006 году. Позже появились поезда к чемпионату мира по футболу в 2018 году, в честь актера Олега Табакова в 2019 году, к юбилеям Великой Победы в 2015 и 2020 годах и многие другие. После Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с ростом туризма в Москве на некоторых линиях московского метро начинают делать объявления на английском языке. Во второй половине 2010-х годов открылись первые станции МЦК. Станции 2010-х интересны своими архитектурными решениями, например, такие станции, как ЦСКА, Тропарева, Соларьева, Новопеределкина и Рассказовка. Именно в 2010-е годы в метро появился бесплатный доступ к интернету, Wi-Fi, электронное табло в вагонах и на станциях, многоразовые пластиковые карты оплаты, бесконтактная оплата, новые поезда с системой кондиционирования. Метро начинает адаптироваться к потребностям маломобильных граждан, женщин с колясками, инвалидов, пожилых людей. Для них создаются пандусы, появляется специальная служба помощи. В конце 2010-х запустили комфортные поезда типа Москва. В них есть теплые поручни, USB-разъемы для зарядки мобильных телефонов, электронные тач-панели для построения маршрутов и другие современные новшества. Таким образом, московское метро тесно связано не только с историей города, но и с историей развития технологий. Сегодня это не просто подземка, это общественное культурное пространство города. Тематические поезда, выступления музыкальных групп, спектакли, экскурсии, открытие выставочного пространства и многое другое. Поэтому московское метро заслуженно является не только самым красивым, но и самым современным и технологичным. Под стать нашему городу!